Вы знаете, в творении растительное царство имеет свою специальную задачу, потому что для животных и для человечества это растительное царство производится как мясо. Он говорит, что трансмутация жизни растений происходит на физическом плане. Поэтому из нее готовят пищу. Трансмутация жизни животных в человеческое царство происходит на камамасическом уровне. Это означает, когда вы рассматриваете животных и человечество, животных и человечества тоже имеют все, что человечества имеют. Все, что человечества имеют. Это означает, что у животных тоже есть все системы, тело. У животных тоже имеют для животных и человечества. Поэтому животное царство для животных и для человечества и для животных и для человечества создает правильное средство и для животных. Это правильное питание, правильное питание. Таким образом, это не означает, что животные тоже живут поедают другим животным. И человечества тоже могут не запрещать мясо. Вы не должны есть мясо. Но что здесь объясняется, когда вы хотите вступить в в определенный образ жизни, то когда вы хотите стать учеником, когда вы хотите стать стремящимся, тогда вам необходимо придерживаться вегетарианской диетой. Это потому, что низшая природа становится тяжелее, и внутренний свет не может проявляться когда мясо будет прием мяса. Таким образом, это очень правильное правило для тех, которые хотят применять жизнь. Аспиранты могут выбрать мясо или не как они предпочитают, но на определенной ступени на пути. Это существенно что мясо должно прекратить мясо. ученик может ограничить растительную пищу, зерна, орехи, зерна, только так может построить организм такой тип организма, который может выдержать внутреннего человека, на высших уровнях. на высших уровнях. Это должно быть очень очевидно. Потому что некоторые люди думают, есть аргумент между некоторыми людьми, что если вы не хотите употреблять мясо, ваша тело не обеспечена так много вещей, вы не сможете иметь силу. Но это не научно. потому что в животных самый сильный живот – это слон. Он полностью вегетариан. Поэтому для того, как вы любите, как вы любите, вы можете выбирать свое питание. Но это об этом объяснено здесь, что выбирайте свое питание в соответствии с тем образом жизни, которому вы хотели следовать. как ученик живет регулярно эти правила, избегая употребления мяса, никотина и алкоголя, продолжаются продолжают практиковать постоянно, тогда активность шишковидной железы продолжает свою правильную деятельность. восстанавливает и восстанавливает то, как вы принимаете мясо и животное и животное и как вы принимаете никотин и алкоголь, эта шишковидная железа просто атрофируется, она не работает. и поэтому в модернной медицинской сфере, если вы спросите, что есть требования трехлетворения, какие функции, они не понимают, зачем нужна шишковидная железа, какой смысл. Это не объяснено. это звук проектирование. Да, помогает вам соединение с высшими уровнями сознания. Поэтому мы должны решить для себя. Это что Матра говорит. научный факт. Это научный факт. Это научный факт. что объясняется. Нарушение в физическом теле, которые являются в результате уведения мяса, ферментированные пищи и напитков, и натурированы в оборудовании, в котором солнечный свет и свежий воздух не существует, и также на протяжении длительного лета это пища отлагалась, которая привела к ферментации, которая была основной западной цивилизации и западной цивилизации. И результат может быть видно в их телах, которые были нанесены для любого структуры, как оккультизм, которые сделали их организм не способны выносить. Интенсивность, которая налагает оккультизм. Итак, когда свежие фрукты и растения, чистая вода, хлеб и зерна, потратив на иницией, готов и неотобработанного, ненадолго, смешивая пища, и неотобработанная пища. И это может быть в себе диет для эволюционирующих существа. Тогда их тела будут подходить для поддержки энергии. Эти энергии. Это из различных книг, написанных Алиса Белли. Этот книг «Пандра» — это очень важно. Мы можем привлечь к любому вопросу, как вы хотите. Вы можете привлечь к тому, как это происходит. У нас есть какие-то условия о том, что есть в книге «Пандра» в книге «Оккордная медитация». Да. Эти письма по куртине. Эти письма по куртине. Эти письма по куртине. Да. Эти письма по куртине. на письме. Потому что сегодня на этой схеме И есть много подтверждений, много аргументов. Поэтому мы должны получить правильное понимание. Сейчас у нас будет перерыв на 10 минут для чая.